Угнал у всех на виду, по-другому не скажешь. В ночь с 7 на 8 января был задержан нетрезвый угонщик после, пусть и непродолжительной погони. Водитель такси, перевозил нетрезвого пассажира, остановился на автозаправочной станции по улице Ленина, чтобы заправить свой автомобиль и вышел из автомобиля. Пассажир, который находился, решил воспользоваться моментом и совершил угон автомобиль, будучи в нетрезвом состоянии. Он был задержан. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Это было в летнее время. Поэтому в этот раз на него было возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Во многом благодаря ужесточению ответственности за езду в нетрезвом виде снижается их количество на дорогах. Далеко ходить не надо. В 2016 году пьяных за рулем было поймано на 90 человек. Меньше, чем в 2015. Конечно, это не нулевой показатель, но все же результат. В первые праздничные дни также были задержаны несколько водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии. ДТП с нетрезвым водителем не были зарегистрированы. В первых числах января были зарегистрированы уже и первые ДТП. Оба произошли на трассе Тамбов-Шацк в районе сел Устье и Ивенье. Пострадало семь человек. Среди них один ребенок. Желобовое столкновение. Женщина 1993 года рождения, двигаясь со стороны города Маршанск в сторону города Тамбова, допустила выезд на встречную полосу дороги. В этом ДТП женщина с автомобилем от Toyota Vitz, которая двигалась со стороны города Маршанска, получила тяжелые травмы, перелом тазобедренного сустава и была госпитализирована в Маршанской ЦРБ. А в другом автомобиле Toyota Camry пострадали три человека. Была оказана помощь на месте медицинскими работниками и ребенок с отресением головного мозга был госпитализирован, пятилетний, вместе с мамой. Всего в 2016 году было зарегистрировано 62 ДТП, в которых пострадало 75 человек. Пятеро погибло. По данным Госавтоинспекции наблюдается небольшое снижение как по количеству ДТП, так и по числу пострадавших. Правда, если сравнивать опять с 2015 годом, в результате аварии погибло также пять человек. Александра Лялина, Андрей Щербаков, Область новостей.